Ребята, всем привет! Давно я вам не показывалась без макияжа. Я безумно устала уже не высыпаться, поэтому сегодня я решила забить и просто спать. Столько, сколько моей душе будет угодно. Завтра будет очень крутой, очень важный день, потому что мне поставят нижние зубы, виниры. И я этого безумно жду, потому что тогда я увижу целую, полную картину. Сейчас я вижу только верхние красивые белые зубы, ровные. Хочется как бы уже увидеть все. Получается, для того, чтобы поставить виниры, знаете, сколько раз я сходила к доктору, к врачу? Считаем вместе. Первый раз я пришла на консультацию, потом меня записали на чистку зубов от всяких камней, налетов. И взяли у меня слепки для временных виниров как раз. Потом я пришла на обточку верхних зубов. Потом я пришла на обточку нижних зубов. Это получается 4. Потом я пришла, мне сделали верхние виниры. И завтра я приду, мне сделают нижние виниры. Всего 6 раз. На самом деле это немного, и я в шоке с того, как легко все получилось. Потому что я думала, что это будет вообще просто нереально долгий процесс в течение многих месяцев. А еще мне, кстати, нужно теперь купить этот эрригатор и пользоваться, чистить им зубы. Потому что все-таки виниры, они немного, наверное, как бы гигиену-то портят. Я не расстроена, что мне придется теперь еще и эрригатором пользоваться. Потому что мне и так нужно было пользоваться. На самом деле у меня проблемные зубы, десна всю жизнь. Поэтому это только плюс, что наконец-то я начну пользоваться. Все-таки зубы чистить зубной щеткой это хорошо, но этого маловато. Не знаю, насколько сложно Карине снимать недели влогов. Не могу сказать, что мне прям сложно, но бывают дни, когда мне не хочется много болтать, что-то делать. Хочется просто дома валяться, что-то посмотреть. И самое странное, что в последнее время... Ну, наверное, это не странно, но из-за того, что я много снимаю, последние сколько-то там месяцев, у меня абсолютно нет желания убираться дома, тратить на это время. Вообще нет желания, ну, не то что сила, просто я думаю, блин, я всю неделю там снимала неделю влогов и монтировала долго и весь день. То есть это в любом случае эмоционально ты устаешь. Ну, иногда и физически тоже. И потом еще убираться. А хочется просто, знаете, лечь реально, посмотреть, что-то с кайфом и вообще не париться. Так что сейчас я накрашусь просто, чтобы быть симпатичной в кадре. И поедем со Славой в магазин, нужно кое-что домой купить. Вот такой тональный крем мне подарила Карина, я вам, наверное, показывала его. Раньше я пользовалась таким от MAC, но это даже не тональный крем, это консилер, поэтому... Мне так нравится в комментариях сейчас многие пишут, типа, блин, зубы классные, я уже к ним привыкла и все такое. Вы знаете, я настолько к ним привыкла, что я посмотрела какой-то там влог Карины, увидела сейчас, ну, незадолго до того, как подключилась к вам. И там видно, какие у меня зубы другие. Их вообще не видно, когда я говорю. Они все разные формы, маленькие, все такое. И я понимаю, опять же, такие, что, да, сначала мне показалось, что они большие, слишком белые, потому что непривычно, конечно же. А сейчас у меня уже нет такого, сейчас я прям, ну, наслаждаюсь, можно так сказать. Короче говоря, я накрасилась немного, и мы со Славой пришли в ресторанчик рядом с нашим домом, в который часто ходим обедать, ужинать. Сейчас покушаем здесь и поедем, наверное, в Ашан какой-нибудь сгоняем. Что думаешь, сгоняем в Ашан? Там гулять еще можно по ТЦ. Обожаю ТЦ. Сгоняем? Вот мы и приехали в ТЦ. Состояние у меня такое, что мне вообще ничего не хочется. И я поняла это все потому, что я поздно встала. Несмотря на то, что в предыдущие дни я не высыпалась, рано вставала, я была более бодрая и более активная. И сейчас я чувствую себя такой... Я расстозивнула, пока мы сидели в ресторане. Отстой, короче. Даже ничего не хочется. В кино хочется. Че, спроси мне что-то. Как настрой? Я же тебе только что отпугала. А в кино ты куда хочешь? Ну, какой-то фильм будет с Джонни Дэн, но мой парень за кадром не хочет, говорит, его не впечатлило. Так, а сейчас куда идем? Ну, а сейчас мы можем сначала прогуляться. Предлагаю зайти в Старбакс и взять кофе. Потому что мы хотели взять кофе. И прям перед нашими глазами закрылся кофе. А еще? Че? Сколько же тут всего прикольного, да? Ага. А где Старбакс я забыл? Там. Что бы такого купить, да? Бриллианты. Что? Я не против. Не снимаем рекламу. Ладно. Спортмастер? И никому не снимаем. Самсунг? Здесь все реклама. Ну, и точно. Тут ты все видео заблудила. Да ладно, на самом деле я не такая, ну, как бы, мне кофе, если мне не заплатили, я могу сказать или показать какой-то бренд. Тем более, че скрывать? Все и так знают. Спортмастер или Самсунг. Самсунг Гэлакси, потом Note 1. Это уже не надо. Вот за это уже пусть платят. Хороший мобильник. Я не знаю, насколько хороший или плохой. Не знаю. У меня не давали на тест. Не присылали мне. Не знаю. Вот так. Ты себе любишь печеньки? Ни фига себе. Я люблю печеньки. Божечки мои, сколько здесь всего вкусов. Хочешь что-нибудь? Мне нельзя. Почему? Я худею. Да ладно. Че? Сбрасываю жирок. Капучино или раф? Не-е-е. Что? В печенье я беру в обычных ботках. А здесь я беру латте макиято. А, да, латте макиято. Это? Латте макиято, да. Я вообще не люблю. Или имбирно-пряничные латте. Пробовала? Нет, нет, нет. Это мне не нравится. Очень вкусно. Пробовала. Это слишком как Христмасс. Ну, классно же. Да, мне не нравится. Здрасте. Можно? Здрасте. Что это мне? Макиято. Макиято. Это макиято. Я куплю на эти зеленькие. Зеленькие. О, завтра. Я не успираюсь. А, тебе нравится. Ну, да. Может, что поменьше. Может, что поменьше. О, все. Ты в фокусе. Это не то, что я хотела. Да ладно. Я перепутала. Я вообще-то люблю, оказывается, не латте макиято, а карамельник. Ну, ладно, пойдем. Когда я попробовала, я хренела. Потому что это за фигня. Недовольная зайка моя. Ну, что? Ты уже привыкла к моему сюда? Ну, да, почти. Да? Да. Меня радует, что ты хоть начала улыбаться, блин. В смысле, а до этого я не улыбалась? Ну, до этого ты так, типа... Что, вот так дела? А сейчас ты делаешь так? Нет, сейчас я делаю так. А! Извольте. Я бы такая песня играла. Как вы думаете, у меня есть новогоднее настроение? Напишите в комментариях. Да ладно, забейте. Нет у меня его. Нету. А у тебя есть? У меня еще нет пока, но скоро оно будет. Я заказал пряный чай, и здесь он самый офигенный именно в этом, в Starbucks, и пряный чай вообще офигенный. И когда ты делаешь один глоточек пряного чая, это не реклама, то в тебе сразу просыпается немножечко новогоднего настроения. Да, у тебя проснулось? Ну да, я прям, ну, почувствую. Пожди себе подбородок снимаешь. О, классное пальто. Правда? Прикольное, да. Ладно, что, пойдем в видео, потом все для дома. О, я как-то погорячился, мне в куртке очень жарко. Ну, мне кофе, я тебе предлагала снять куртку? Может, ты говорила об этом, почему ты меня не послушала? Ну, реально, мне жарко, зай. Че делать? Не знаю. Может, я тебе дам камеру, ты поснимаешь, а я пойду кину куртку? Куда пойду кинуешь? Машин. Еще что ты думаешь? Что, буду, она ходит под цель снимать? А че? Нет. О, как мы заговорили, класс. Как? Сама ты не можешь ходить себя снимать, да? Могу, но зачем я съесть? Я просто знаю, что сейчас закончится моя неделя влогов, начнется твоя неделя влогов, и ты будешь мне постоянно говорить, снимай меня, снимай меня. Я постоянно думаю, ну ладно, не буду его тревожить, говорит, снимай меня, сама поснимаю. А сейчас я подумала, ага. Ну, мне жарко, реально, я куртку не снял. Терпилась. Ну, ты че такая жестокая? Ладно, давай. Сейчас как я буду снимать и пить? И показывать. Что происходит? Почему фокуса нет? Я люблю всякие магазинчики, в которых продаются всякие штуки для дома. Удивительно, в субботу так мало людей в... Поставь на мой. Боже мой, я жонглёр. Ты жонглёр. Посмотри. Что это за кошечка? Странно выглядит. Это что? Это что? Что это? Типа термоса? Посмотри, какой классный. Ну да. Ну классный же. Типа термоса. Типа очень... Типа термоса. Люблю всякие штуки, и когда я закажу в такие гостили, я всегда думаю, блин, хочу ремонт, хочу всё по-другому. Ты меня узнал? Незнакомка. Ты? Ой, я знаю, кто ты. кто сейчас подожди ты рианон к новому году подготавливаешься что меня манирует поставить вену я всегда надеюсь на то что она будет смотреть на елку вау 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 только мне это не нужно но если мы будем часто снимать кукинги сюда поставить какой-то типа кусок мяса положить потом овощи так крутить и снимать их красиво сколько стоит 625 просто он такой красивый я любила такие тоже штуки они тоже для чурчхелы это для селедки они для оливок написан декоративный песок который засыпаешь типа красиво ты знаешь камушки декорации блин столько всего для декорации я обожаю декорации какие вазы хочу вот такой вот огромный чтобы на знание чтобы на неделю кипятка на литий хоросе леди любит кипяток вот это точно такой же только другого цвета выглядит классно но она маленькая вообще знаешь чем прикол карина знаешь как делать она даже дома из термоса пьет она наливает себе чай я на даче также сделал да я наливаю в кипятка в чайник в термос и из термоса типа он у меня горячий целый час минимум и типа и и мне не нужно блин я кошечки не очень ну мало кипятка вместится вообще думаю что можно найти более стильные согласен вот такой чайник может не будешь с чайником ходить ты я не люблю такое мне больше наоборот все нравится не под древность но если бы я жила в замке возможно мне бы понравится вот к тебе в батуми подошло в батуми да идеально фруктовница вот есть кстати одна другая из этой тарелки вот льена кушать блин прикольные тарелки ненавижу все такие милые штучки тут будто бы для детей сразу грусть в душе я хочу эту тарелку я уже сейчас хочу покупать все для моих будущих детей смотри еще когда будут дети они будут есть сын будет из такой тарелки есть например макарошки какие вкусные сыром ну или чё он захочет нет твой сын будет вот из этого есть почему а твой тогда не знаю а смешно ты это сглаживаешь углы бан для подписчиков просто неизвестно будут ли у нас общие дети как карта какие-то чудовищные картинки видели глянь смотри чайнички прикольно когда я буду старой бабушкой я бы жить пряничном доме и у меня будет вот такой чайник я уже распланировала всю свою старость нам бы фильтр поменять дорогая у нас разве нет наверное вот этот обычный кстати в ашане их можно еще посмотреть что мы тут будем брать ну ладно в ашане будет еще дешевле мы такие знаете ли не транзиры экономики новых искусственных цветов не хватает люблю такую травку она красиво смотрится на фоне видов ладно ладно фу вообще так неестественно лицо волоса ты жираф тебе нравится жираф средний фанат я знаю что ты фанат всего длинного но жирафы он длинный слишком примитив еще нас есть настолько нет у нас так много чашек что приходится их чашка на чашку ставить и другие полки чашка на чашку вот такие из таких недочек я тебе сейчас покажу что нашла как единорог как афтерка посмотри какой стакан видно на камере да видно посмотри я хочу типа радужный стакан для воды как раз я купил воду сколько стоит 285 давай два возьмем а тогда почему-то по два билла зая у нас нет места в шкафу для стаканов забываешь для этих или вообще вот такой по-хорошему да стакан пап очень куплен тебе пиво и стакан такой возьмем нет за и спасибо я просто хочу стакан он смотри какие необычные стаканы crazy ассортим называются ну типа для баров может чего-то вот этот мне очень понравился ты же видишь как он переливается 285 рублей столько зарабатываю я на одном видеоролике youtube я могу это тебе позволить не мой бой я могу это купить а два можешь два ну фиг знает ну правда два возьмем да да один раз или рано я разбила штучку для ёршика я взяла его короче он у меня выпал из рук и все размещилось я просто хочу прям огромную жирную мягкую подушку чтобы я на нее взяла чтобы она была очень большой но когда я на нее ложусь я просто в нее вот так вот проминаюсь променад ладно пошли вырубай что такая недовольная сегодня какие-то проблемы с фокусом как и с моим настроением хотела сказать что обычно когда мы со Славой приезжаем в торговый центр мы заходим в такие магазины типа как в видео мы уходим смотрим всякую фигню телевизоры мы недавно попали на черную пятницу мы видео она еще не у нее наступила за факет она с 25 по-моему ноября ой октябрь сейчас ноябрь ноября короче мы зашли в МВИДЕО и там был телевизор который стоит 300 тысяч и на него была скидка в 150 тысяч мне чуть крышу не снесло я говорю я хочу такой телевизор зачем я купила себе сумку и бетон за эти деньги могла купить телевизор домой ну ваша шанс так быстро давай куда-нибудь зайдем в луж ну пошли в лаж господи достал мне и говорит я да хочу бомбочки для ванны и пены пойдем в лаж я не так говорил нет она сама так придумала как ты говорила я говорю поддали в лаж в луж в луж возьмем бомбочки короче раньше я была анти фанатом в лаж типа нафиг мне это все не надо я не фанат ванны принимать а потом мне на днюху начали дарить всякие бомбочки и приколюхи и я полюбила это здрасте я короче полюбила все эти прикольчики бомбочки вкусняшки ну на самом деле ой вот такой у нас был очень вкусный классный помнишь каких только не было блестящие что будем брать пингвина хочешь я всегда беру по цвету мне важен цвет ну и запах вот такие по-моему тоже были вот такая тоже у нас была потом все тело в блестках хрен отмоешься но прикольно там уже наверно слышали вот эти с пушками это бомбы и пены о нифига себе а как она цвет какой дает дает патрончик это да это золотая будет такое белое золото здесь внутри это будет все фиолетовая крышка будет тоже фиолетовый оттенок придавать очень круто но ее всю кидать лучше сразу да лучше сразу всю прям ага тогда будет вау эффект ну давайте попробуем попробуем такую да вот уже мы что-то берем ух ты с арматом мускуса там какие-то камушки да это морская соль ого вот это клево давайте такую еще тоже возьмем ну вот зашли в вашу взяли две какие-то бомбочки знаете сколько по деньгам вышло я в шоке 1700 знаете у меня есть пена для ванны она стоила рублей 500 вот бомба вот реально ну что здесь закрываются а тут прям вообще ой сейчас все закроется хотим домой что-то взять потому что все съели такое бывает вон от Слава идет с ума схожу так все впадло я думаю чем воняет тут шины блин лежат охренеть мы уже пришли в Ашан куда мы и намеревались попасть нам нужна туалетная бумага мне надо взять порошок стиральный и надо посмотреть фильтры для воды это из такого а что остальное по мелочкам всегда всякой фигме набрать о салфетки люблю салфеточки мне так все надоело зачем мы сюда приехали сама захотела в Ашан ну потому что я хочу просто лежать смотреть сериал или смотреть интервью наверное аквафор или барьер ты откуда знаешь вот у нас вот такой аквафор у нас у нас такой же аквафор значит а не барьер вот барьер другой абсолютно фильтр аквафор аквафор ладно вон аквафор там у них разные эти есть степени очистки шестерка восьмерка а почему не защиту от ржавчины смотри сколько бокалов прям хочется пойти и все разбить нафиг я в кино хочу что непонятное что я хочу я сама не знаю ну что там ну что уже бери и пойдем собачка вены скучает а еще нужно купить бутылку воды которую я буду постоянно пополнять нашей обычной водой потому что из-за карины я забыла свою бутылку в студии когда мы фоткались мне приходится пить стаканом воду это просто просто ужасно когда я начала много пить воды приучать себя к воде вода стала мне чуть больше нравится я рада потому что всем привет это нормально и я рада потому что вода полезная и иногда мне кажется что у меня даже самочувствие лучше кстати какой-то чувак проходила сказал в камеру всем привет молодец да явно будущее будущее я думаю он всю жизнь зашел к этому ух ты какие рамочки да смотри какие рамочки зай классные ну разве не прелесть самое сложное всегда это выбрать освежитель для воздуха с каким ароматом возьмем освежитель за без понятия мне пофиг тебе плевать вообще кофе морской бриз да цитруси да смотри самый ужасный запах освежителя это ландыш это он тебе прям сразу говорит что только что здесь кто-то сходил ну что ж мое любимое выбрать запах ой ой девочки мы цитрусы часто брали после дождя всегда было интересно чем же пахнет после дождя всегда непонятно чего ты улыбался да там девчонка улыбнулась нам посмотрел как мы снимаем подумал ха-ха они снимают освежитель воздуха лохи так в общем какой после дождя попробуем ну почему тебе на все пофиг мне вообще пофиг ну почему почему ты не участвуешь в нашей туалетной жизни даже если бы ты выбрала этот ландыш у меня вообще было бы пофиг не не гони вот ты просто не знаешь наверное что за ландыш ландыш настрой челлендж мне какой-нибудь проверка ты офигеешь если будет ландыш там пахнуть короче давай закончим этот вопрос возьмем и пойдем дальше после дождя как пахнет после дождя черт возьми кто-нибудь скажите мне сыростью пахнет после дождя почему тут цветы нарисованы цветочками значит свежестью будет пахнуть ну давай свежими цветами ладно попробуем я хочу знать просто хочу знать а еще интересно морской мне всегда было сейчас чихнуть хочет так идет мой прекрасный свет ой в туалетную бумагу заворачивай ненавижу три слоя четыре слоя рулят но учитывая что очень много бумаги уходит на кокульки вивьены четыре слоя брать невыгодно очень дорого да ладно розовый или желтый чем больше тем лучше блин она такая здоровая нам такую надо домой 32 рулона да я вообще такой в первый раз вижу я гуляю я гуляю порошан как вы думаете как я хотела провести субботний вечер не так порошок мне нужен стиральный порошок твою мать стиральный ты мой порошочек где тайт ми морозная свежесть тайт напишите в комментариях какой порошок вы берете какой вам больше нравится я беру иногда ариэль и тайт тайт напишите по-братски а то я заколебалась уже думать какой лучше каким лучше пользоваться возьму я этот горный родник хороший свежесть две хватит да хватит что это за собачки смешные да иди сюда мой маленький мой малыш маме дудосики ой радость то какая ничего ты покажу мордочку свою сейчас снимаю о-о-о-о ты моя сладкая о-о-о-о то ума breathing любишь левочку Вот такой у нас бутерброд Ну и что? Как можно не любить собачек? Они же такие дружелюбные Мне бы поднялся самолет Самый печальный мой полет Мне отменить Нельзя Я могу тебя поснимать Да, давай Я стану этой костью И в рот кривень залезу я Давай, иди сюда Не смотри на папу, иди сюда Вот так вот мы обычно лежим Так я люблю засыпать Лежу вот так вот, засыпаю И нюхаю свою собаку Да, вы, наверное, думаете Ой, зачем, небось собакой пахнет Нет, в том-то и дело Она пахнет просто чем-то любимым Чем-то родным Да не уходи Нет, не уходи Люблю мучить маленьких собачек Вик, покажи фокусы Иди сюда Самый главный фокус Фокус Почищи живот, ле А еще мне нравится включать Иногда на телике Всяких животных Йориков Смотреть какие-то видео про них Но на самом деле Я включаю больше для Вивьены И она смотрит Начинает как-то гавкать Прыгать, веселиться Хвостиком крутить Иногда даже скулит И знаете, что я думала? Много раз думала Вот бы встречу какую-то устроить С йорширскими терьерами Ну типа как мы устроим С вами фан-встречи Например, либо встречи Просто какие-то И я просто знаю, что Часто владельцы Одной и той же породы Собираются в каком-нибудь парке В какой-то определенный день Со своими животными И просто как бы гуляют И животные их кайфуют И мне так всегда хочется Чтобы была какая-то встреча Йориков маленьких Чтобы они типа с Вивьеной подружились Чтобы я был не одинок Я всегда так переживаю Что ей одной очень скучно Ей нужны друзья И на самом деле Я часто думаю о том Чтобы завести вторую собаку Но моя мама, Слава Они как бы против Ну мама говорит Пожалуйста, не надо И так очень много у нас собак в семье Две Вот, но просто с двумя будет сложнее Потому что если мы куда-то уедем То это надо двух собак отдавать моей маме А у нее еще дома собака Ну как бы слишком много Я согласна Ну просто у меня так грустно Потому что мне кажется Что Вивьеня очень одиноко Когда мы уезжаем Она одна Она как бы хорошая собачка Привыкшая Но все равно Что думаешь, Зай? Ты против? Думаю, что когда в Старбаксе Мне давали и наливали пряный чай Мне не спросили мое имя Я об этом сейчас думаю А тебе написали имя? Нет Да ладно Вот об этом я сейчас задумался Козлы они Нифига Мне показалось, что та девчонка узнала меня Она как-то слишком очень Как всегда Я таю В твоей популярности Грустишь за это? Сложно быть Ну короче, вообще это сложно на самом деле Когда пара двух творческих людей Которые занимаются чем-то таким И когда один популярнее другого Но всему этому есть разумное Логическое объяснение Я видеоблогер много лет А ты музыкант много лет У музыканта Как такового Ну Общения со зрителями нет Только через музыку И это не видеоформат А музыкоформат Они Многие, кто тебя слушают Может даже не знаю, как ты выглядишь Только по обложкам Ну, имеется в виду Счешь? Да я-то секу Я думаю, что все секут Да? И вива сычет Она говорит Я вообще не знала, как выглядит папа Пока он влоги не начал снимать Я тебе что сказала? Быть хорошей собачкой Бивьена, не царапай камеру Иди сюда Что тебе мама сказала? Быть хорошей собачкой Что мама тебе сказала? Мама тебе что сказала? Быть хорошей собачкой Это что такое? Что мама сказала быть хорошей собачкой? Ты хорошая собачка? Ты хорошая собачка? На Если вы думаете Заводить собачку или нет Однозначно да Но знайте, что им нужно уделять внимание Потому что если вы им не будете уделять много внимания То им будет очень одиноко, грустно И возможно они начнут проказничать Я смотрела много всяких роликов И вообще у многих, знаете, собаки такие Которые начинают грызть вещи Тапки Ну, грубо говоря, да? У нас собака вообще не такая Она только в свои игрушки играет Косточки То есть она прям адекват Полнейший Мне так это нравится Спасибо тебе, мой малыш Представляешь, если бы у нас была собака, которая провода выгрызла? Есть же такие Чё скажешь? Тяжело снимать и говорить Я тут на краю просто А что ты там на краю лежишь? Иди ко мне Я просто красивый кадр пойму Где ты разговариваешь, а Вива Жует свою с эту Кость Обязательно заводите собачек Если у вас есть такая возможность Вива Не обязательно попу маме на лицо сажать Пишите, на кого Вивена похожа, если не на собачку? Мне кажется, она и на ёжика похожа И на пухляша Сейчас я фотки прикреплю И на этой фотке мне кажется, что Вивена похожа на какого-то, знаете, пухленького малыша У которого щёчки большие, губки такие торчат В общем, что хотела вам сказать Я уже смонтировала основную часть влога Как обычно Последние кадры из дома Вот типа таких Я снимаю уже после того, как смонтирую видос Три часа ночи, восемнадцать минут И на самом деле я бы закончила намного раньше Монтаж Если бы начала нормально А я посмотрела два интервью Я фотошопила фотки с фотосессии Потом начала делать баннер на канал Но, скорее всего, я попрошу дизайнера это сделать Потому что у меня круто не получилось Либо просто нужно на это больше времени потратить Я думаю, что я могу сделать так, чтобы классно получилось Если буду дольше времени на это тратить Я очень хочу поменять баннер на канале И фотку тоже Мою главную на YouTube канале Баннер мне нравится Он нарисованный, классный Я, по-моему, за него даже деньги заплатила А не то, что кто-то там сделал Но он мне нравится сто процентов Но как-то хочется что-то другое Знаете, типа я другая Изменилась Ну и, конечно же, фотку тоже поменять Там я в шляпе просто стою такой себе Я думаю, что сегодня я это все поменяю Баннер, может быть, будет не такой красивый Сама сделаю, чтобы быстрее поменять Но, по крайней мере, что-то изменится Вот так выглядит баннер на моем канале Он красивый Базара нет Вивочка тут прекрасно Тачку Я же вообще попросила, чтобы мне нарисовали тачку Вкусняшку, фотоаппарат Вивочка у меня То есть тут как бы этот баннер говорит о том Что у меня есть собака Машина Самолета у меня нет Но это как бы говорит о том, что Я путешествую Снимаю про косметику Про вещички всякие В тачке Фотик, фотки Вот это все То есть как бы этот баннер говорит про меня Этим он мне нравится Но Черт возьми Ле Он мне кажется таким уже немножко детским Как будто бы Хотя Я не помню, когда я его поставила Но уже хочется поменять Знаете У меня есть новые фотографии Которые мы делали в студии Они, конечно, не прям идеальные Чтобы я такая Вау, все Это просто пушка Это теперь моя любовь Это будет стоять у меня очень много лет на канале Нет Не настолько они крутые Но, по крайней мере, они новые И хочется реально поменять Тем более у меня другой цвет волос Уже Тут я со светлыми Как бы на фотке тоже со светлыми В шляпе И что-то как-то не нравится Подведем итоги сегодняшнего дня Я очень поздно встала Прямо даже произносить слух не буду Именно поэтому поздно вышло видео И люди, которые меня знают Мои подписчики Они сразу написали Типа Ну, наконец-то ты проснулась Это очень смешно Ведь действительно так все и было Я проснулась и сразу же пошла открывать видос Так вот, итоги Проснулась Накрасилась Мы со Славой пошли покушали в ресторан Потом мы поехали в торговый центр Погуляли немножко Купили два прикольных стакана Две бомбочки в лаж И сходили в Ашан Закупились немножко домой продуктами Всякой фигней То, что надо для дома Ну и приехали, собственно, домой И все И я как бы села за комп Смотрела интервью на канале Пушка Просто, я не знаю, вообще Что-то как-то сегодня тяжело У меня монтаж шел В том плане, что Долго не могла сесть Но смонтировала все достаточно быстро Ну, мне так кажется Хотя потом я такая смотрю О, нифига, два часа ночи? А еще очень много в инстаграме сидела Почему-то Хотя мне надо было монтировать Ну, в общем, такие итоги дня Сегодня день был такой С вами знаете Не буду уже говорить в конце видео Если вам не понравилось То сорян Ну, как бы реально сорян Если что Мне всегда кажется Что влоги получаются скучными Иногда только я знаю Блин, насыщенный был влог Завтра я проснусь Напишу Наде сейчас Если она свободна Если она сможет завтра Сделать мне косички То попрошу ее сделать мне косички Чтобы быть с косичками Потом поеду к зубному Ставить виниры На нижние зубы Просто Я не знаю Это не передать словами Я знала, что виниры Изменят мою жизнь Но я не думала, что так сильно Потому что я смотрю Свои старые истории Старые видео На ютюбе И я недоумеваю У меня там вообще Нигде нет зубов Просто как будто бы Реально их нет Они настолько маленькие Ну, короткие У меня же еще Передние зубы Выпирали немного Вот так Ну, как бы Не так уж, да Но выпирали А сейчас этого нет И Они ровные Впервые за всю мою жизнь Я уклянусь У меня впервые За всю мою жизнь Ровные зубы Через полтора месяца Где-то мне будет 22 года Шок-контент У меня даже молочные Были не идеальные Чтобы вы понимали Так что завтра Мы с вами едем Ставите мне Виниры Я просто Я не знаю В шоке Я очень счастлива Что я обратилась В Smile Studio К Луизе Я просто Я не знаю Вы знаете Что бы я с собой Не делала Есть же очень много Страшных историй Про все процедуры Про уколы Про уколы в губы Про еще что-то Про виниры Столько страшилок В интернете Рассказывают Да и просто Столько разных клиник Которые делают Это реально плохо То есть я как бы Видела много разных Примеров Слава богу Я не знаю Каким чудом Мне везет Я всегда обращаюсь Только в самые лучшие Клиники Я очень всегда боюсь Всяких таких штук Но почему-то Я прям чувствую Внутри Что я могу довериться Этому врачу Этому косметологу И я безумно счастлива Что я обратилась К Луизе В Smile Studio Это просто подарок Судьбы Причем я давно знала Про эту клинику Стоматологию И хотела как-то там Пойти зубы отбелить Но в итоге Потом у меня Стояли брекеты И я решила Отбелить там Где я брекеты ставила Вот это давно Конечно было Но виниры Я реально в восторге Просто Это знаете Это не такие изменения Типа Губы сделать больше Волосы нарастить Это что-то более Кардинальное Что мне кажется Очень сильно меняет И внешность И состояние И ощущение Я не знаю И разговор Дикцию Ну то есть Я просто чувствую Как сильно у меня Это поменялось Точнее я говорю И мне кажется То что Я шепеляблю И все такое Но когда я смотрю Свои старые истории Со своими зубами Влоги Я в шоке Мне кажется Что Раньше я думала Что я не так сильно Шепеляблю Потому что Мне всегда писали Что ты шепеляешь И я знала Что я шепеляблю Но мне казалось Что типа редко И как бы Редко Но метко То есть Я замечала за собой Что я могу шепелябить Может я и сейчас шепеляблю Но я точно Чувствую разницу Смотрю свои новые истории С такими зубами Которые у меня сейчас И смотрю свои старые истории И я офигеваю Мне кажется Что на старых историях С моими зубами У меня просто каша во рту Я стараюсь разобрать Что я говорю Но я не понимаю Люди мои хорошие Как вы жили столько лет Как вы вообще Распознавали мою речь Мне кажется Люди с субтитрами Смотрели мой канал Ладно Нет Все не настолько Было плохо Потому что Я не везде Плохо говорю Не везде У меня плохая дикция Но чаще всего Я просто много Сторис посмотрела Вот на это еще Минут 30 Наверное убила Стало интересно Минут 30 Убила на то Что посмотрела Всякие сторисы старые И я поняла Что да Шепеляблю Да Зубы пипец Как меня изменили Я уже привыкла К тому Что я вижу Свои зубы Постоянные в зеркало И когда там Говорю Да вот сейчас А раньше Их вообще было не видно У меня не складывается Просто Давайте даже кусочек Прицеплю какой-нибудь Или сейчас даже Не знаю Какое-нибудь видео возьму Где я что-то говорю Вставлю тот кусок А потом Здесь То же самое скажу Так Где меня вблизи Видно Допустим Это видео Ребята Всем привет Меня зовут Юля И сегодня Наконец-то Я снимаю видео В котором буду показывать Вам свою новую одежду Ребята Всем привет Меня зовут Юля И сегодня я буду снимать видео В котором покажу вам Свою новую одежду Просто офигенно Я смотрю на свои зубы старые Украшения И все На самом деле Я долго готовилась К этому видео Потому что Очень сложно Психологически После белоснежных Идеальных зубов Смотреть На свои ролики Где у меня Абсолютно Другие зубы И они выглядят Для меня Такими Желтыми Я была уверена Что у меня Не идеально Конечно Белые зубы Но сейчас я смотрю Мне кажется Они такие Желтые Нет слов Одни эмоции Ладно Че базарить Давайте уже заканчивать Потому что Я думаю Вы Сами устали Да нет Я уверена Что вы не устали От моей недели влогов Надеюсь И мне очень это приятно И я Хочу сказать Что От того Что закончится Неделя влогов Это не значит Что перестанут Выходить влоги Или другие Какие-то Классные Видосы Поэтому Можете уже В этом видео Под этим видео В комментариях Писать Какие видео Вы ждете От меня Какие вы хотите Посмотреть Так что Пишите Идеи Какие-то Классные Для разговорных Видео И все такое И я думаю Что Наверное Я захочу Снять видео Про виниры Конечно же Когда мне уже Поставят И нижние зубы Тоже Я думаю Это будет Классно И там Я расскажу Все свои эмоции Переживания Все такое Вот И еще Что хотела А еще обязательно Пишите в комментариях Под этим видео О чем с вами Будем завтра Болтать Задавайте Какие-то вопросы Потому что Я не знаю Как завтра Сложится мой день Только знаю Что я пойду К зубному А потом У меня нет Никаких планов Поэтому вероятно Что я поеду домой Не знаю пока точно Все может измениться Вот Поэтому Чтобы нам было О чем поболтать Чтобы я знала Что вы хотите узнать Что вам показать Дома может быть Ну Как бы дома Без проблем Можно что угодно Снимать Показывать вам Типа Что у тебя В шкафу Поэтому пишите Надеюсь Что вам понравилось Это видео Надеюсь Что вам было интересно Как всегда Подписывайтесь На мой канал По-братски Я знаю Это не сложно Я сама подписываюсь На других блогеров Потому что Если они мне нравятся Я их смотрю Я подписываюсь Мне хуже От этого не будет А им приятно Поэтому По-братски Подпишитесь На мой канал Конечно Цифры Это все фигня Но если у меня Будет 2 миллиона Когда у меня Будет 2 миллиона Это будет здорово Но это больше праздник Наверное Даже не для Меня А для Всех моих подписчиков Нашей такой Семьи Скажем так Типа Нас стало больше Не знаю Мне кажется Это все мило Ну и просто Чтобы понтоваться Перед другими блогерами Типа У меня 2 миллиона Я не лохушка Поддержите лайком В общем Ладно Всех люблю Целую Обнимаю И всем пока Пока Продолжение следует...